Дербинская крепость на рынке Ла Сосанитское государство исчезло более полутора тысяч лет тому назад. Его разрушили войска арабского халифата, которые в числе прочего вели войны на территории нынешнего Дагестана. Чтобы сделать свою страну более обороноспособной, сосанитские власти велели возвести систему сооружений, которая не уступала Великой Китайской стене по своей мощи. Ключевой точкой в этом сооружении стала Дербинская крепость, которая принадлежала городу Дербенту. Он особенно нуждался в укреплении, поскольку находился возле моря, где значительная часть берега была доступна для высадки вражеских войск, а потому городу необходима была крепость. Ее назначение вполне отражено в названии Нарынкала, в переводе с персидского означает «запертые ворота». Точная дата ее создания неизвестна, но по некоторым источникам она была построена во времена Александра Македонского, причем при непосредственном его участии. На территории крепости очень много экспонатов. И самое значение у нас имеют надгробные сундукообразные саркофаги, которые были выявлены на древних кладбищах. И многие из которых, вместо Захарина определить не удалось, пришлось забрать на территорию музея, который выставляется именно здесь. 14-15 века. Очень много надписей. Арабская вязь в основном идет. И тем самым, отличие, как определяют специалисты, на мужских надгробных очень много надписей, а на женских, как определяют узор, орнамент. Только лишь небольшая надпись сверху. Это 14-15 века. Крепость Нарын-Кала. По иронии судьбы, ее завоеватели, получившие власть в Сосаницком государстве, приложили немало усилий к тому, чтобы она приняла тот завершенный облик, который известен нашему времени. Впрочем, Дербенская крепость интересна еще и тем, что она сохранила многообразие архитектурных стилей разных времен, так как производилось активное использование крепости в различных противостояниях и, соответственно, ввелась ее реконструкция и перестройка в соответствии с веяниями нового времени. Город Дербент имеет три даты присоединения к России. Две даты, независимо от регионов. Первая дата при Петре I 1722 год, вторая дата 1806 год и основная дата 1813 год. По Гюлюстанскому мирному трактату Персия навсегда признает все земли Дагестан, Азербайджан, Армению и Грузию в составе России, после чего в Дербенте размещается русский гарнизон. Во времена Кавказской войны наместник Кавказа становится генерал Ермолов, при котором, по его указанию, в 1828 году и строится вот это сооружение у нас, офицерская гаупт-вахта, которая была в два раза больше, от ресторана 1960-х годов частично, фрагментально, а камеры по земле пока еще не исследованы, перед ними которыми в данный момент музейная экспозиция царского периода Пушкин. В целом же Дербент представлял собой довольно уникальный город, как бы зажатый меж стен, но в то же время надежно ими укрытый. Весьма интересна версия, согласно которой стены Дербентской крепости – часть одной из гигантской цепи из стен разных народов и эпох, которые разделяли территорию евроазийского континента между кочевниками и землевладельцами. Так это или нет, но в свое время Дербентская крепость представляла собой весьма лакомый кусочек, за право управления которой соперничало немало полководцев буквально с начала нашей эры. Цитадель крепости размещена на холме высотой более 300 метров, имеющем скалистые стороны на северо-восточном участке, что делало ее более надежной защитой. Цитадель носит название Нарын-Кала и занимает внушительную площадь более 4 гектаров. Высота стен доходит до 20 метров, а толщина – до 3,5. К ним пристроены башнеобразные выступы и две крупных башни, сечение которых представляет квадрат. Всего на крепости 73 башни, которые были размещены по всему периметру стен. Крепости большинство оборонительных построек созданы из камня разных пород, благодаря чему Нарын-Кала дошла до нас в очень хорошем состоянии. Ее назначение в том числе было и административным. Здесь находилась подземная тюрьма, суд, канцелярия. Кроме того, на территории цитадели размещалась церковь, являющаяся практической копией одного из итальянских церквей города Равенна. А построен храм в Дербенте был примерно в V веке до н.э. Сейчас от храма практически ничего не осталось, поскольку на нем появилось немало культурных слоев последующих веков. Город Дербент имеет очень много войн, разорений, но она сохранила свой древний облик. Город испоком веков передавался из рук в руки. Резиденция правитель все же находилась на территории крепости. И каждый правитель строил свой новый дворец, разрушая, можно сказать, прежний. И основной жилой корпус дворца размещался вот на этой территории. В центре у него имелся двор, вымощенный камнем. И в центре же двора имелся восьмиугольный бассейн. Ну а вокруг двора по трем сторонам были жилые помещения. Это было огромное двухэтажное террасное здание. Называли его красой Азии, жемчужиной Востока. Оно временем разрушено по древним картинам, фотографиям. И по данным археологических работ можно его полностью восстановить. Раскрыты также во время работы археологических лестничные площадки, которые датируются даже десятыми веками нашей эры. Водопровод в городе в крепость древности проложили по каменным желобам. По многим данным, четвертый век до нашей эры. Именно по таким каменным желобам. Они сверху накрываются плитой каменной, находятся под землей полтора-два метра. Через каждые 150-200 метров сохранились малые и большие отстойники распределителей, которые во многом очищаются в верхнюю часть города. И на территории крепости поступает чистая родниковая вода. И также уже во втором веке нашей эры проложили канализацию и водопровод по керамическим трубам. Прямоугольная каменная цистерна водохранилища, построенная в 18 веке. Длина этой каменной цистерны 18 метров, ширина 8 и глубина составляет 11 метров. Но главное, при построении водохранилища дворцового комплекса мусульманских мечедей, применяли раствор. Это был известь, белок, яиц и мука. И тем самым также применяли камень, известьня крокушечник, горная порода, которую мы с вами сейчас в этой цистерне увидим. К резервуарам крепости с помощью металлических и керамических труб подводилась вода из родника. И завоевать крепость несколько раз удавалось только из-за того, что кто-то из нападающих догадался добавить в источник яд, лишив обороняющихся воды. Еще из хозяйственных сооружений, обеспечивающих улучшенную жизнеспособность крепости, можно отметить баня, где была холодная и горячая вода. Так что жизнь здесь была даже комфортной, а не только относительно безопасной. Так мы находимся на куполах персидско-ханская баня, построенная в начале 17 века. С 1606 года правил деребентом персидский шахабаз первый. Ну, все подземные бани, персидские, турецкие, они идентичны, но принцип действия восточных бань не установлено. Предположительно, топка этой бани находилась под каменным полом в виде каналов, нагревался каменный пол и вода в малых бассейнах. Также горячий пар и дым, поступая по керамическим трубам, вокруг стен бани цирктура полностью обогревала. В городе действующая ханская баня того же периода, 17 века, верхней могальной части города, система отопления современная, но в архитектурном плане полностью древняя сохранилась. И эта баня была баня Крхляр, сейчас данным она переименована Ханскую баню, и она действует. В данный момент мы находимся у входа в Ханскую баню, и мы с вами постараемся показать внутреннее помещение, отдельные моечные парные отсеки. Вот где мы находимся. Мы видим на стенах небольшие нищи, откуда поступал горячий пар. Вот это было перегорожено, и были специальные каменные лежаки разной породы. Камень, это в основном для, конечно, омовения и для очищения организма. А потом еще проходили там, имелся у них холодные отсеки. Вот купола в восточном стиле, стрельчатые арки. Хотя во многом оно отреставрировано, но ту часть, которую мы с вами посмотрим сейчас и покажем, это все сохранил свое родное. Несмотря на название крепость «Запертые ворота», периодически открывала ворота для друзей, союзников и торговцев. А ворот было несколько в разных частях крепости, и каждые из них были украшены частично сохранившимися разнообразными элементами декора. По южной стене крепости идет лестница. Также на стенах были большие обзорные площадки, которые сейчас активно посещаются туристами, поскольку именно отсюда можно увидеть дербент старый и новый. Только теперь здесь много мечетей, купола которых особенно красиво выглядят с высоты. Прогуляться можно и по самим стенам, но аккуратно, хотя они и очень прочные, но в некоторых местах достаточно узкие. В крепости Нарынкала сохранилось немало интересных предметов быта разных эпох. Керамика, орудия труда, украшения, даже кое-какие драгоценности, хранящиеся в музее крепости, который работает там же, в цитадели. Активная жизнь на этом участке началась еще в Бронзовом веке, а в Средневековье дербент был одним из ключевых центров по производству ценного мариного красителя и опиум, что даже было отражено в его старом гербе. В те времена это было вполне законным занятием, которое приносило городу огромные прибыли. Россию же получила дербентскую крепость Нарынкала во владении в XIX веке. Само собой, такое место было особенно привлекательным для правителей государства, которые могли рассчитывать на защиту толстых каменных стен. Поэтому в разные периоды здесь было создано несколько дворцовых комплексов, остатки которых и сейчас остались в цитадели. К сожалению, время в общем-то пощадило крепость Нарынкала, а вот всего несколько поколений XX века смогли сделать крепость собственным жалким подобием. В первую очередь были разрушены ханские дворцы. Потом, привлеченные множеством легенд о кладах, мародеры основательно простучали и прокопали места, где могли храниться сокровища. А туристы вносили свою лепту в виде мусора или отломанных на память камушков или украшений крепости, которых раньше было много – колонны, орнаменты, барельефы. Весьма иронично сейчас смотрится надпись на одной из стен «Время меня разрушило, послушание меня построило». Дербентская крепость Нарынкала входила в часть системы, состоящей из стен города, цитаделей, морских стен и стен горных. Сейчас эта система, как и большинство различных архитектурно-ландшафтных объектов Дербента и его округи, входит в список мирового наследия ЮНЕСКО и находится под охраной государства, а некоторые части крепости реконструируются. Дербентская крепость Нарынкала Дербентская крепость Нарынкала